Понятно. Вот смотрите, как обычно, начали за реформы, закончили перевыборами. Давайте у зрителей поинтересуемся, во что они верят, до чего доведет новый Кабмин, скорее всего. До реформ, он проведет реформы, или второй вариант ответа, будут все-таки перевыборы. Пожалуйста, заходите на наш сайт, подробностью и голосуйте. Сейчас я просто закрою тему другого голосования. Выведите, пожалуйста, нам результаты опроса по поводу, даст нам МВФ деньги или нет, верят ли в это украинцы. Ну, в принципе, можно сказать, что 50-50. Все-таки, вот вера, наверное, вера в деньги, нельзя сказать, что в шаровой, но мало же кто из зрителей думает, что кому-то придется отдавать, правильно? В общем, она, но я же, я уточняю, мало кто из зрителей думает о том, кто их будет отдавать. И снова спасибо за результаты к перевыборам. Александра Кужель, а ведь вы, как никто, наверное, тоже заинтересованы в перевыборах. Хочется пойти и улучшить свой результат? Я хочу сказать, что я хочу изменить курсу власти. И сразу же уточню, будете раскачивать лодку или нет? А в какую? Лодку в парламенте, доводить ситуацию до перевыбора. Я перепрошу, мы никогда ее не раскачивали, потому что те вопросы, которые мы ставили, и только... Но имея такие рейтинги, как у вас сейчас, слишком высокий соблазон. Перебивайте. Дуже дякую. Они сейчас ссылаются на ту коалицию, которую писала в большинстве Сабапомич и Батьковщина с Радикальной партией. Мы в трех ее писали, коалиционную угоду. Если они ее ставят как программу, то я хочу вам сказать, чего пошли иноземцы и какую программу мы видим. Вы, как вы считаете себя иноземцем, как работали чекахские мальчики в Чили? Что они первое сделали перед тем, как перейшли до приватизации? Они первое, что сделали, где монополизацию не было жодно и монополии, и только после этого перейшли до приватизации. А вы все пришли. Что вы только хотите? Быстро продать государственное майно, при том, что остались олигархи и монополии. Не нужно канонизировать. Есть нормальные методологии, которые нужно делать. Почему они ничего не провели иноземцы и почему они не хотят идти, хотя некоторые хотят. То есть Квиташвили сказал, что он готовится остаться. Я могу вам сказать, потому что у нас неподолна коррупция. Они пришли и думали, что они сами себе призначат людей, создать свои команды и они будут выполнять свой курс. На жаль, мы пришли, не дали им створить свои команды. И сейчас, я уже знаю, один из министров, сегодня пришел на заседание Верховной Рады, сказал, что это просто жах. 120 звонков, того оставь на посаде, того не чипай, того поставь, дай мне тот направление или тот направление. Это страшная вещь. Это независимо, иноземец или украинец. Если сейчас президент не изменит эту ситуацию, и тот же пан Яценюк, что никто не сможет сказать, что я от Каноненка, або, как было раньше, я от Саши Януковича, то не будет ничего. Я хочу сказать про скандал, который вчера вышел на многих сайтах. Мы сегодня с Татьяной его читали. Вчера, сразу после голосования, после программы, вы знаете, была перерва, потому что люди, которые даже вошли в коалицию, но и независимые, они не голосовали за программу. Я слышала, почему. Я не даю им год, сказал один из депутатов. Я хочу посмотреть, что они сделали за три месяца. Напомните, с какого раза приняли программу? С четвертого? С четвертого. С четвертого. С четвертого. После перерва. Но хочу сказать, что случилось, вышла информация про то, что две фракции «Відроджение» и «Воля народу» договорились дать голосы, но это было, что слово будет сбережено, действуя сейчас руководство, митнице и податковой. И поэтому я сегодня задала пану Гройсману вопрос. Потому что вопрос нормальной прозорой работы митницы и податковой – это фундамент изменения в экономике. То есть это была плата за поддержку этих двух групп? Если дальше будет голосование за плату, как так всегда делали коммунисты, они не входили до Януковича, но каждое голосование – будьте добры. И поэтому, если это не изменится, это независимо от фамилии, вы говорите, да не дадут приватизацию, не дам приватизацию, если не измените монополистов, если не оттягнете их от карита, если призначение будет людей. Сегодня министр транспорта говорит, пані Олександра, ваша команда поддерживает поляка на Уксзалізницю? Поддерживаем. Дуже порядная людина. Поддерживаем. Но хочу сказать, если до него прийдут и скажут назначить этих замов, пусть на меня такие потоки. Посмотрите, как пришел. Это самые главные вещи. И поэтому на сегодняшний день, почему я говорю про перевыборы не так, что страшно, сколько прийдет, если не будет изменено курс, однозначно только перевыборы. Потому что даже 100 дней народ Украины не даст доверия ни парламенту, ни уряду.